Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». И сегодня у нас в гостях директор музейного комплекса Рязанского государственного университета имени Есенина Нина Борисовна Чельцова. Здравствуйте! Добрый день! Нина Борисовна, насколько я знаю, музей при Вашем университете единственный в Центральном федеральном округе. Расскажите, пожалуйста, когда он был образован и как вообще складывалась его история? Рязанский государственный университет имени Сергея Александровича Есенина – старейший и крупнейший классический вуз нашего города. Общепризнано, что это образовательный центр, а также духовный, культурный и научный центр нашего города. И в нашем вузе создан уникальный музейный комплекс при инициативе и поддержке нашего бывшего ректора Анатолия Петровича Лиферова. В 1989 году был основан музей краеведения, правильно он называется – учебный музей краеведения. Следующий музей – музей истории университета и истории развития народного образования Рязанского края – создан и открыт был в 2004 году. В 2005 году, к 110-летию со дня рождения Сергея Есенина, у нас открывается первый университетский музей во всей России имени Сергея Александровича Есенина. И в 2007 году музей Измайла Ивановича Срезневского. Это редкость еще большая, редкость мирового масштаба. Ну и в 2010 году, это уже ректор у нас был другой, открывается зал великого писателя и гражданина Александра Ивановича Служеницына. Скажите, вот в этих музеях какие экспонаты мы можем увидеть? О, ну самые разнообразные. Вы видите, какие они разные и уникальные. В музее краеведения – это систематические коллекции по палеонтологии, насекомым, птицам, млекопитающим, минералы и горные породы, предметы сельского быта и археологические находки, которыми наши студенты снабжали всегда наш музей. В музее истории выдающиеся преподаватели, знаменитые выпускники, представленные, и мы ими очень гордимся, и всем им к юбилеям делаем выставки. Вот совсем недавно, 12 сентября, открылась выставка, посвященная 100-летию со дня рождения доктора технических наук профессора Куршуа Василия Ивановича. Это организатор и руководитель уникальной, совершенно уникальной оптической станции наблюдения спутников Земли, которая начала работать с начала космической эры, с 7 октября 1957 года. И наша станция была лучшей среди равных. Сам Василий Иванович был чемпионом по количеству засечек, пролетавших над городом Рязанью спутников. И в нашу обсерваторию, на нашу станцию приезжали из других городов коллеги для учебы, за опытом. А сам Василий Иванович в течение 30 лет учил методики наблюдения движущихся небесных объектов начальников станции противовоздушной обороны. То были годы холодной войны, и щит ПВО в Советском Союзе был очень мощным. Вот он был автором программ и ведущим преподавателем на этих курсах. Человек сделал огромный вклад в развитие космоса. Говорят, что именно Василий Курышев открыл астрономию как науку для рязанцев. Наибольшую известность и признание профессору принесла его научная деятельность в области космической астрономии. Именно он разработал методы и средства оптических наблюдений искусственных спутников Земли. Созданная им школа спутниковая астрономия продолжает и по сей день работать на благо науки и обороны страны. Об этом и других интересных фактах можно узнать, посетив комплекс музеев Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина. А в музеях Есенина, Срезневского? Там, конечно, представлено во всех видах и во всей красе творчество Есенина, которое, конечно, всем известен, но вот все-таки в нашем университете, который носит его имя, знаменательно, что каждый имеет доступ к его творчеству, и наш ВОЗ является центром по изучению творчества Есенина. Скажите, пожалуйста, экспонаты Ваших музеев, каким образом они туда попадают, каким образом экспозиции пополняются? Вот кроме того, как Вы уже сказали, что раскопки, на которых бывают Ваши студенты, как еще происходит пополнение экспозиции? Мне пришлось подружиться со всеми потомками наших выдающихся профессоров, чтобы взять необходимые экспонаты и сведения. Я знакома хорошо с племянником Александра Васильевича Пирушкина, знаменитым нашим выпускником, и получила от него большое количество фотографий и книг из его библиотеки. Я несколько раз ходила к вдове Василия Ивановича Курушева и взяла у нее много материалов по этому интересному нашему профессору. Вот так и собирается музей. Скажите, насколько сегодня популярны экспозиции музея у студентов? Ну, все первокурсники проходят через музей краеведения, чтобы познакомиться с историей нашего университета. И вот они смотрят и слушают с восхищением о тех людях, которые, выдающихся людях, которые жили когда-то, работали, учились вот в этих же аудиториях, в которых они теперь учатся. И музей очень востребован. Сюда приходят школьники из общеобразовательных школ, школ-интернатов, коррекционных школ, студентов других вузов, многочисленные гости из разных стран. Музей востребован. Скажите, а есть ли возможность, ну, просто жителям города, ни школьникам, ни студентам посещать Ваши музеи и знакомиться с их экспозициями? Да, конечно. Приходят краеведы, выпускники. Каждое лето, первую субботу июля, наши чудные скверы наполняются выпускниками разных лет и всех факультетов. И обычно свои встречи они начинают с посещения музея. Вот в этом году были выпускники физико-математического факультета 30-летней давности. В прошлом году были выпускники естественного факультета и исторического, которые окончили вуз 50 лет назад. Вот всем музей доступен. Спасибо большое, Нина Борисовна. Я надеюсь, что наши зрители, посмотрев эту передачу, послушав Ваши рассказы, тоже захотят посетить Ваш музейный комплекс, даже если они не являются выпускниками Рязанского государственного университета. Милости просим. Спасибо. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем Вам всего самого доброго. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»